25 февраля в Славянском районе состоялось торжественное закрытие и подведение итогов месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, который в этом году прошел под лозунгом «Воинский долг, честь и судьба». Славянский район по праву считается одним из лидеров Кубани по патриотическому воспитанию молодежи. Нынешний год не исключение. Это подтвердило подведение итогов месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, которая состоялась в районной администрации. На мероприятии присутствовали почетные гости – ветеран Великой Отечественной войны Василий Васильевич Верки, председатель совета Григорий Литовко, заместитель главы, управляющий делами Сергей Позняков. С докладом о проделанной работе выступил заместитель главы муниципального образования Славянский район Виталий Титаренко. Основными направлениями месячника мы определили для себя, они реализовывались в течение всех мероприятий, это повышение качества военно-патриотического воспитания молодежи на героических традициях армии, развитие молодежи, гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирования профессионально значимых качеств, умений, готовности к активному проявлению в различных сферах жизни общества, объединения всех молодежных сил в единый центр военно-патриотической работы. Для проведения мероприятий использовалась материальная база воинской части, музеев боевой и трудовой славы, учреждений культуры, образований, спорта. Всего за отчетный период проведено 3 384 мероприятия, в которых приняло участие 78 490 жителей и гостей города и района. Каждый год при проведении месячника выбирается главная тема, связанная с военной историей нашей страны. В нынешнем году это 30-летие вывода советских войск из Афганистана и 75-летие снятия блокады Ленинграда. К памятным датам Великой Отечественной в учреждениях культуры и образования нашего района проходили интересные мероприятия, посвященные событиям и простым людям, ставшим настоящими героями. Очень полюбились школьникам и студентам уроки мужества. С недавнего времени все школы муниципалитета носят именно героев, а в рамках проведения месячника в них появились еще и парты героев, сидеть за которыми – особая честь, которой будут удостоены самые прилежные ученики. Дети и молодежь посещали музеи, концерты, кинопоказы, побывали на территории действующей воинской части, принимали участие в творческих конкурсах и соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. В своем докладе Виталий Титаренко озвучил основные мероприятия, проведенные в рамках месячника, а также отметил, что в их организации приняли участие все структуры, для которых патриотическая работа – часть ежедневного труда. По итогам месячника все они были награждены благодарственными письмами главы района. Важно, что патриотическое воспитание на Кубани не ограничивается одним месяцем. Оно проводится постоянно. И в этом залог – сохранение прекрасных традиций подлинного патриотизма. В завершении мероприятия творческие коллективы района подарили собравшимся свое искусство. Песня «Солнце общее» Песня «Солнце общее» Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».